Остановаясь на продуманных стратегиях и конституционных принципах, глубокие реформы пронизывают все сферы. За подписью руководителя страны вышло постановление о неотложных мерах по эффективному использованию водных ресурсов и улучшению мелиоративного состояния земель в республике Каракалпакстан. Целевая программа строительства, реконструкции, восстановления объектов мелиорации прописана вплоть до 2023 года. На тот же период запланировано порайонное внедрение водосберегающих поливных технологий и другие вариации рационального использования ресурсов. Таким образом, параллельно будет решен и целый ряд социальных вопросов. Комментарий Алишера Хашимова раскроет перспективы. Водная проблематика с каждым днем становится все более актуальной и приобретает глобальный характер. Понятно, что ресурсов становится меньше, а население больше. В свою очередь, экологические вопросы непосредственно воздействуют на качество почвы. А это, в свою очередь, на урожайность и продуктивность сельского хозяйства. Что касается Каракалпакстана, то очевидно, что предстоит немало вложить и также немало сделать, дабы смягчить негативное влияние природных факторов. Нельзя не сказать о том, какое внимание к региону было оказано в последние годы. Социально-экономическая составная существенно преобразилась. Открылись новые предприятия, реализуются масштабные проекты социальной направленности. Преобразились города и села. У людей появились реальные перспективы по повышению уровня и качества жизни. На сегодняшний день в регионе приорали водообеспечение на без малого 45 тысячах гектарах низкое. На 95 тысячах гектар засоленность почвы средняя или высокая. В соответствии с постановлением президента о неотложных мерах по эффективному использованию водных ресурсов и улучшению мелиоративного состояния земель в республике Каракалпакстан утверждается целевая программа по строительству объектов ирригации, мелиорации, реконструкции, а также ремонту и восстановлению объектов мелиорации за счет средств госбюджета на 2021-2023 годы. Поручения президента, которые были озвучены на видеоселекторном совещании, а также в ходе визита президента в республику Каракалпакстан полностью отражены в данном принятом постановлении. Учитывая природно-климатические условия республики Каракалпакстан, а также техническое состояние водохозяйственных объектов, особенно внутрихозяйственной сети, выход данного постановления является очень актуальным и своевременным. В рамках 37 проектов будут построены и реконструированы 359 километров каналов, 11 гидротехнических сооружений и две насосных станции. Следующий 31 проект вобрал в себя строительство и реконструкцию 344 километров коллекторно-дренажных сетей. В последующем 49 проектов станут основой для системного ремонта и восстановления 3274 километров коллекторно-дренажных сетей. За счет средств местного бюджета планируется отремонтировать и восстановить 2246 километров ирригационных каналов, 3803 гидротехнических сооружений и 509 насосных станций. А на средства Ассоциации водопользователей, кластеров и фермерских хозяйств будут ремонтироваться и восстанавливаться 14200 километров поливных сетей, 16466 гидротехнических сооружений, 614 насосных станций. Если говорить о значимости данного постановления, то она направлена на развитие водного хозяйства Республики Харкал-Пахстан на ближайшие годы, в котором обозначены конкретные задачи, предусмотренные для их реализации в водном хозяйстве. Из обозначенных задач особое внимание уделено разработке рекомендаций их внедрения в производство водосберегающих технологий, а также передового опыта в водном хозяйстве. В 2021-2023 годах в регионе утверждены планы по районному внедрению водосберегающих поливных технологий. В Харкал-Пахстане 514 тысяч гектаров поливных площадей. В среднем на один гектар расходуется более 10 кубометров воды. И лишь на 0,1% имеются технологии капельного орошения. Постановлением предусмотрено перевести почти 42 тысячи гектаров на передовые методы полива, из которых более 32 тысяч гектаров займет капельное орошение, 850 гектаров дождевое, 1250 гектаров дискретное и 7,5 тысяч гектаров займут складные поливные трубы. Из-за нехватки воды, засоленность почвы и различные степени приводят к тому, что целые площади выходят из-за оборота. На них невозможно выращивать сельхозпродукцию. Документ имеет очень важное значение для каждого жителя региона, потому что делается акцент на интеграции науки с агросферой. Утверждены прогнозные показатели управления водными объектами, учета воды и ведения мониторинга внедрения цифровых технологий, контроля использования электроэнергии на насосных станциях в режиме онлайн. Все это подразумевает цифровизацию 2075 объектов водного хозяйства, а это 37 межобластных, 180 межрайонных, 1085 районных ирригационных систем гидротехнических сооружений, 409 насосов на 273 насосных станций, 364 колодца милиаративного контроля. Отмечена актуальность введения государственно-частного партнерства. Рабочей группе по научно-техническому обеспечению всего комплекса проектов поручено выработать заключения и рекомендации с научно-технической точки зрения по каждому проекту в отдельности, в том числе по внедрению ресурсосберегающих информационных технологий, подготовить практические рекомендации по освоению инновационных научных изысканий, как в отношении использования технологических новинок, так и процесса их управления. Будут привлечены специалисты и профессура высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Указано непосредственное участие научно-исследовательских институтов при строительстве, реконструкции, а также ремонтно-восстановительных работах в каждом конкретном водохозяйственном объекте. Считаем вышеуказанные мероприятия своевременные и актуальные, и они будут способствовать развитию республики Каркал-Пакстан. И, конечно, открывает огромные возможности для реализации широкомасштабных научных исследований. С 2021 года по каждому объекту в рамках программы будет прикреплено два научных сотрудника. Для нас это очень важно. Таким образом удастся добиться наибольшей эффективности от реализации запланированных мероприятий. Реализация поставленных задач в целом позволит в 2021 году улучшить водообеспечение 23 тысяч гектаров площадей, сэкономить 366 миллионов 600 тысяч кубометров воды и 2 миллиона 800 тысяч киловатт-часов энергии, а также 1 миллиард 300 миллионов сумм в разрезе расходов по доставке живительной влаги. В 2022 году еще 29 тысяч 800 гектаров будут в полной мере обеспечены водой. Экономия воды составит 389 миллионов 200 тысяч кубометров, электроэнергии 3 миллиона 100 тысяч киловатт-час, а также расходов на доставку 1 миллиард 400 миллионов сумм. В 2023 году еще на 37 тысячах 300 гектарах улучшится водообеспечение. Удастся сэкономить 409 миллионов 200 тысяч кубометров воды и 3 миллиона 400 тысяч киловатт-часов электроэнергии, а также полтора миллиарда сумм на доставку воды к полям. Выполнение вышеупомянутых мероприятий приведет к улучшению водообеспеченности орошаемых земель, повышению коэффициента полезного действия каналов, улучшению мелиоративного состояния земель, а также сокращению потребляемой электроэнергии, что положительно отразится на плодороде и урожайности сельскохозяйственных земель Республики Каралпакстан. Коэффициент полезного действия каналов и поливных сетей вырастет с 56 до 65. 19 400 гектаров сильно и среднезасоленных площадей будут переведены в категорию мало и среднезасоленных. Удастся добиться стабильного мегативного состояния 96,5 тысяч гектаров. Все эти мероприятия станут еще одним шагом по возведению абсолютно новой архитектуры развития Каракалпакстана, позволят решить целый ряд социальных вопросов и через внедрение передовых ресурсосберегающих технологий повысить результативность агросферы и, соответственно, качество жизни населения приорали. Субтитры создавал DimaTorzok